Приветствую коллеги! Предлагаю обратить наше внимание на задание с использованием элементов аудиовизуального перевода АВТ, в частности с использованием элементов субтитрования или дубляжа. Задание таково. Выбрать два коротких видеоклипа, фрагмента, предложить группам из двух-четырех человек создать субтитры или дубляж этих фрагментов, оценить работу по критериям качества перевода. Верность оригиналу, организация текста, коммуникационная эффективность и технические детали. Задание отнюдь не ново. Оно используется с конца 1980-х годов и показало свою эффективность на протяжении лет, в частности. Улучшение письменного английского и навыков перевода к концу семестра у студентов. Улучшение навыков сжато выражать мысли при переводе, вернее подбирать эквиваленты эмоциональным репликам. Также задание нравится студентам, 91% в исследовании Маклаулина и Вертовой. И студенты довольны своей работой. Если задаться вопросом, почему такое задание может быть эффективным, в принципе мы упремся в известный психологический феномен, который называется time on task. Чем дольше времени мы тратим на какое-то задание, осмысленно, тем больше вероятность, что мы лучше в нем разбираемся, мы лучше его можем выполнить. Конечный продукт такого задания это видеофрагмент с субтитрами или дублированный видеофрагмент. Таким образом студенты могут попробовать себя и в роли переводчика и в роли актера дубляжа. Задание с использованием субтитрования или дубляжа рассчитано не на одну неделю или даже не на две, а на половину семестра, на целый семестр. Таким образом студенты возвращаются к этому заданию, к тексту, к исходнику, рефлексируют, улучшают, дорабатывают, сравнивают различные варианты. Как раз то, что нам нужно для того, чтобы задействовать процессы глубинного обучения. И мы посмотрим, например, из мультсериала Звездные войны повстанцы, материал, с которым я в последнее время много работаю, для того, чтобы примерно посмотреть на то, какая работа может быть проделана в течение семестра, начиная примерно условно с уровня дословного перевода, который переходит в конечном счете на более профессиональный уровень. Для иллюстрации я выбрал следующий фрагмент. Ситуация такова. Эзра Бриджер, 15-летний подросток, проникает в имперскую академию, а им империя завладела галактикой, злая империя, и пытается украсть дешифратор. Его одноклассник замечает, что что-то не так с этим Эзрой Бриджером, который себя не называет даже своим именем, и пытается его остановить, пресечь. И ночью между ними происходит диалог. Они прячутся в отдельной комнате и полушепотом пытаются обсудить, что происходит. И вот этот диалог. Зер Леонис. Мы используем дословный перевод. Разумеется, такой дословный перевод не годится для финального продукта. И в течение работы над проектом группа обсуждает, как сделать более аутентичную передачу, фраз более естественной, более плавной, более круглой. И я приведу пример официального перевода. Нева фильм, переводчик Инна Хистяева. Какую работу проделали они. Мы видим в данном фрагменте и естественность диалога, и верность образам и ситуации, и краткость, связанность речи, русский строй фраз, удачный подбор слов. Разумеется, мы не можем ожидать, что каждая группа или каждый студент в каждой группе сможет к концу семестра однозначно научиться делать совершенно хороший законченный литературный вариант аудиовизуального перевода. Однако суть не в этом. Суть не в самом законченном варианте перевода. Суть в процессе. Суть в процессе нахождения эквивалентности между двумя языками и понимание этой разницы между двумя языками, разницы выражений в паралингвистических аспектах языка и в прагматических тоже. Задания с использованием элементов аудиовизуального перевода способствуют глубинному обучению студентов. И термин «глубинное обучение», который противопоставляется термину «поверхностное обучение», возникло в середине 70-х годов. Суть не в том, что результат будет глубинным. Суть в том, что подход к обучению задействует более глубинные когнитивные процессы. Посмотрим на небольшую таблицу, которая сравнивает понятие глубинного поверхностного обучения. «Глубинное обучение. Ученик связывает новые понятия с опытом и имеющимися знаниями. Ученик находит связи между понятиями и ищет основополагающий принцип. Ученик принимает во внимание все факты, прежде чем сделать вывод. Ученик детально и критически оценивает логические выводы и так далее». Характеристики поверхностного обучения. Ученик смотрит на предмет, как на сумму разрозненных информационных фрагментов. Ученик запоминает факты и выполняет процедуры по шаблону. Ученик с трудом разбирается в новых понятиях и идеях. Ученик не видит ценности или смысла в учебном предмете при предлагаемых заданиях. Какие же это когнитивные процессы? Какие когнитивные процессы важны для нас, в частности для перевода? Однако они, конечно, не свойственны только переводу. Это интеграция информации, рефлексия, логические рассуждения. Выдвижение допустимых предположений, обоснование принятого решения, применение релевантных имеющихся знаний в новом контексте, изучение взаимосвязей между идеями. Почему такое задание? Почему аудиовизуальный перевод? Потому что при таком задании студенты осознанно вовлечены в создание смысла. Более того, перевод – это дидактический инструмент. Он прекрасно вписывается в понятие коммуникативного подхода, призывает искать и создавать коммуникативные смыслы. Он идеален для сопоставления различных переводческих решений, особенно в группах, во время дискуссий. То, что называется в настоящее время совместным обучением – collaborative learning. Перевод требует осмыслить языковое окружение, оценить задачу и стиль автора, выбрать тон перевода, выбросить ненужное, обеспечить адекватное восприятие. Наконец, это эстетическая функция. Более высокая ценность родного языка за счет усиления различий между исходным языком и переводимым языком. Кроме того, создание аудиовизуального продукта с субтитрованием, с дубляжом требует использования информационно-коммуникативных технологий. Суть, конечно, не в самих этих технологиях. Не в том, что студенты будут сидеть за компьютером и пытаться что-то сделать. Суть в интеграции навыков, которые необходимы при работе с ИКТ. В частности, коммуникативные навыки, если это групповая работа, знание языка, знание самого программного обеспечения или аппаратного обеспечения продукта. И самое главное, как мне кажется, ИКТ позволяет студентам взять контроль над своим обучением. Это такая автономия. Я работаю с тем материалом, с тем программным обеспечением, с которым я хочу. И, как мы знаем, автономия, в принципе, компонент мотивации. Такие задания могут повысить мотивацию студентов. В принципе, это вышло в результатах эмпирических исследований, о которых было сказано чуть-чуть выше. Дополнительный плюс повышающей мотивации студентов при выполнении такого задания в том, что это аутентичное задание. То есть оно взято из реальной жизни. Реальные переводчики занимаются реальным аудиовизуальным переводом ежедневно. Возможно, даже ежечасно в современных условиях. Есть ли какие-то проблемы с таким заданием? Безусловно, есть. Задание не без своих ограничений. Например, для новичков это задание совершенно не подойдет. Люди, которые новички в иностранном языке, они не смогут это сделать. Уровень, начиная с intermediate или upper intermediate и так далее, это задание будет более подходящим для них. Более того, это задание занимает очень много времени. Чтобы сделать нормальное субтитрование или дубляж двухминутного фрагмента, потребуется около 20 часов суммарно на протяжении всего времени. Это довольно много, если подумать, сколько других предметов у студентов. И сколько своих заданий, хобби и прочих дел, которые у них есть. Более того, размер группы может иметь значение. Чем больше группы, тем меньше вовлеченность отдельных учеников этой группы. Работа может быть неслаженной. В конец, сама обратная связь. Кто будет давать обратную связь? Готов ли учитель, дядь на себя эту роль? Или есть ли какие-то рубрики, которые помогут студентам ориентироваться в том, какой перевод является хорошим или какой не является хорошим? Безусловно, на занятиях по переводу такое задание будет максимально эффективным. В дополнение к такому заданию могут прилагаться уже существующая литература по переводу. Это, ну, в частности, первое, что приходит в голову, это Корней Чуковский. Это Нора Галли, книжки Любимов и многие-многие другие статьи, которые есть о переводе. Наконец, последнее ограничение такого задания – это длина видеофрагмента, который мы можем субтитровать или дублировать. По законам Соединенных Штатов нельзя использовать видеофрагменты даже в образовательных целях, которые превышают 3 минуты либо 10% от имеющейся видеодорожки. То есть, какой из этих двух вариантов меньше, то разрешается. Вот на такие вещи тоже надо обращать внимание. Это вопрос об интеллектуальной собственности и так далее, и так далее. Вот такое нехитрое задание. Я благодарю вас за внимание и берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!